В прямом эфире телеканала Самаргиз пришло твое время и здорово, что вы с нами. Каждый из вас нам очень дорог, потому что действительно сегодня премьера и мы с этим вас, дорогие наши зрители, поздравляем. Наше время здесь сегодня посвящено такому весьма интересному, мне кажется, событию, мини-сочинение. Сегодня будем писать «Как я провел лето». В нашей студии активные, спортивные, энергичные девушки, которые это лето как начали с форумов разных, своеобразных, интересных, творческих. Так, собственно, у них это удивительное время и продолжается. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними гостями. Итак, с нами здесь участница, волонтер акции «Мы вместе». Проходила эта акция в Республике Крым Алина Хайрулина. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. С нами здесь участница форума «Таврида». Тоже посчастливилась Виктория Дорофеева побывать в этом году и не только в этом, и в прошлом году в Крыму. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. И участница форума «Территория смыслов» на Клязьме. Это Владимирская область Нурлана Мамедова. Нурлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, со школой мы уже давно все попрощались, но тем не менее, так или иначе, все мы, люди уже взрослые, подвозим чуть ближе к середине августа такой небольшой итог лета. Итак, отвечать пойдет. Алина, как ты, Алина, провела лето? Что было яркого, интересного, такого незабываемого запоминающегося? Ну, вообще, лето началось с очень хорошей новостью о том, что мне посчастливилось попасть в первую смену акции «Мы вместе» Крым-Самара. Эта акция проходила с 5 по 12 июня. И огромное море впечатлений, море очень активные, живые ребята, которые готовы помогать, которые готовы к активным действиям. Нашей основной задачей при поездке в Крым была помощь крымчанам. То есть мы убирали пляж, мы также помогали инклюзивному сообществу, которое находилось в Сакском районе, восстанавливали различные памятники, а также нам посчастливилось участвовать в Дне России 12 июня. Мы устроили такое небольшое шествие с огромным флагом России. Это было очень патриотично, очень запоминающееся. Ну а вот Крыму действительно ли вот хотелось попасть, почувствовать, каково это вот, мне кажется, удивительно тоже, наверное, Вик, впервые, нет, второй раз ты уже в этом году, каково это вот окунуться в море, работать, трудиться? Не, на самом деле в прошлом году я была очень рада, что мне посчастливилось попасть на форум, и это было очень неожиданно, и когда я прошла, я такая, блин, классно. Все, я приехала, но перед тем, как попасть на форум, у меня был ожог. Я себя сильно обожгла и не купалась в море до последнего дня. Вот это печаль вообще, приехать на море и не купаться. И не купаться, да, мне запретили в медпункте купаться, там, заразы полно всякой, но на последний день я прямо оторвалась. Я так сильно боялась, что в этом году опять что-нибудь произойдет, но нет, мне повезло. Что же такое Таврида? Таврида это... Твоя смена вот конкретно. Именно моя смена в этом году, я была на смене молодые писатели по этой критике. Мы вот видим немножко фрагменты, есть свежие прямо видео из социальных сетей. Что вы там делали? Кого критиковали? О чем писали? Вообще, Таврида это просто какие-то непередаваемые ощущения. Ты приезжаешь оттуда с огромным зарядом мотивации, прям вот вдохновения. Я приехала с форума, наверное, всего три дня назад, но уже сейчас, ну до сих пор все еще горю, свечусь. Это новые знакомства, это прекрасные спикеры, которые у нас были. У нас был Дмитрий Киселев, который директор МИА России сегодня. Там очень много всех, очень таких популярных. То есть Крым на вас произвел впечатление прям положительное такое, очень здорово. Да, и не только отдыхали, мы еще и работали, мы проводили время с пользой. Это самое главное. Нурлана, я знаю, что у тебя очень был серьезный вообще выезд в этом году. Нурлана представляет Самарский технический университет, факультет машиностроения. Девушки, если что, там тоже учатся, кто не в курсе, и творят удивительные проекты. Что за проект, который получил грант? Расскажи, пожалуйста, проект «Парад наций». Ну, это проект, который идет именно на сближение межнациональных отношений. Если насчитать, то в России более 200 национальностей. И чтобы как бы все чувствовали себя комфортно, независимо, далеко от страны, то мы хотим организовать «Парад наций», там, где показывают традиции, культуру, танцы различные. И даже на форуме была такая минута, как называется «Талант», где участвовали. И Азербайджанская молодежная организация «Россия», которая собрала более 20 человек со всей России, мы показали всю традицию нашей азербайджанской культуры. Но не только азербайджанская культура, там и были индийские танцы, и песни сербские. Весь колорит такой, да? Самый яркий, все самое интересное. С кем подзнакомилась? Кого увидела, может быть, там? Ну, увидела, кстати говоря, к нам приезжал такой спикер, как Лавров, премьер-министр по иностранным делам. Нам было очень интересно слышать его мнение насчет сложившейся ситуации. Многие были вопросы не только о сложившейся ситуации, которая сейчас сложилась в Турции, в США, в Сирии. И также были такие глупые вопросы насчет того, что наша Россия хочет продать берега Северного Витого океана. И нам Лавров сказал, что это все слухи, и никто не собирается их продавать. То есть вы из первых уст узнали эксклюзивную информацию, которую сейчас поделились с нами здесь в прямом эфире. Друзья, у нас есть официальная группа ВКонтакте, телеканал Самаргиз. Мы там создали тему, очень интересную тоже. Попробуйте вспомнить, каково это писать мини-сочинение на несколько строчек, как я провел лето. Что было для вас самым запоминающимся, самым интересным этим летом. Мы не прощаемся ни в коем случае с летом. Оно продолжается. Ну, вдруг уже у кого-то что-то было. Пишите, обязательно все сообщения зачитаем. Ну, у меня такой вопрос. Было ли, например, не знаю, страшно ехать куда-то вот с незнакомыми людьми, знакомиться там по ходу. Как говорится, жить в полевых условиях, я не знаю, может быть, в палатках там, без мамы, папы, друзей. Алина, переживала? Ну, на самом деле... На поезде сколько долго ехали? Ну, эта поездка была не первой дальней поездкой. Ну, конечно, всегда в дальний путь отправляешься с некоторыми переживаниями. Но получается так, что туда отправляются очень коммуникативно развитые ребята, очень веселые. И все скрашивается общением, люди очень быстро знакомятся. Наша смена длилась всего 10 дней, но мы нашли очень много знакомых и друзей. Видим в кадре сейчас. Давай рассказывай, что это, с кем подружилась, может быть, переписываешься с кем-то. До сих пор встречаемся практически каждую неделю, собираемся вместе, ходим на пляж, устраиваем некоторые флешмобы. Это прямой день России, да, запечатлен на щеке, как говорится, вот этот самый гигантский флаг, по-моему... Мы держали его на протяжении пяти часов, то есть очень долгое время удерживали, крымчане были довольны. Детки фотографировались с ними, мы танцевали с детьми. Ну, очень интересно, очень активно проводили время. Но чтобы многие люди не подумали, что мы приехали туда исключительно работать, все-таки Крым – это прекрасное живописное место, и, конечно же, мы успели искупаться в море, увидеть... Загар уже сходит или ты так его волжским загаром закрепляешь? Я закрепляю его волжским загаром, родными, так сказать, местами. Очень красивые виды удалось увидеть, мы ездили на Ай-Петре, вообще незабываемые впечатления, просто невероятная высота. Я, наверное, фотографию целую тысячу привезла. Да. Как минимум. Огромная тысяча, все социальные сети просто завалены. Ну, Рула, ну вот у тебя во Владимирской области не было моря. Как вы там, я не знаю, проводили, я так понимаю, что время с пользой первой половины дня, может быть, какие-то вечерние мероприятия, а что было такого из-за развлечений? Ну, у нас было Запольское озеро, как бы, на Владимирской области есть. Мы, конечно же... Холодные, наверное. Ну, нас туда не пускали, потому что, как бы, молодые специалисты в области межнациональных отношений, так как там мусульмане есть, и самая мусульманка, то есть невозможно было, как бы, искупаться, как бы, мы понимали все традиции, как бы, культуру. Но у нас был вечером спорт, очень активный был этот спорт. Это вот моя Азербайджанская молодежная организация России. Привет им, если они нас будут смотреть и сейчас. Это наша самарская делегация, с которой мы поехали, как бы, там девчонка есть, которая, Лиля, получила тоже град. Это вот мы после выступления, то есть вот это все зажигательство. Так и ярко все так, действительно, наверное. Да, это грузинские братья-сестры, то есть брат с сестрой, которые очень было интересно. Вы там спали вообще? Или там 24 часа в сутки какая-то движуха была? Нет, мы не спали особо. У нас вот 12 часов должен был быть отбой, но у нас был домашний задание, который надо делать, проект нау придумать, который можно было бы сделать, организовать 4 ноября, День народного единства. И мы до 2-х, до 3-х часов ночи смотрели, какие проекты можно реализовать, что можно новшество принести. Поэтому, как бы, спать времени не было. Откуда сил тогда брали? Откуда такие ресурсы открываются, получается? Ну, с людьми, которые именно с такой же энергетикой уже заряжаешься, и неохота даже ни спать, ни охота только идти вперед с этим ребятами. Очень много знакомых ребят. Также у нас есть идея открыть Всероссийский межнациональный союз молодежи уже в Самаре. Я так понимаю, есть уже к этому, да, какие-то подвижки? Ну, да, как бы, мы разговариваем насчет этой темы, и, как бы, если ребята будут согласны, то есть мы сможем продвигать. Вот. Также, ради Божевской молодежной организации России, мы хотим вот этот парад нации все-таки организовать, и уже потом уже сделать его масштабно. Возможно, даже уже к 4 ноября получится. Какая помощь нужна? Вот сейчас мы находимся в прямом эфире, я так понимаю, нас смотрят разные люди разных национальностей. Что нужно тебе как куратор этого проекта? Мне нужны люди, которые расскажут какие-то нотки своей традиции именно, то есть которые невозможно найти в книжке, например, отстать от дедушек, бабушек, которые смогут нам рассказать, и мы сможем их воплотить. Там различные танцы, культура, еда, вот это все полностью. То есть одежда тоже самая. То есть нам не нужны деньги, нам нужно именно, как бы... Морали поддержать. Да, чтобы это... Дух, чтобы был единый, в конце концов. Мне кажется, тема такая вот объединение национальностей, так или иначе сейчас такая сквозная в нашей стране, мне кажется, это здорово. Хочу вот спросить у Виктории. Я так понимаю, о Тавриде многие знают и слышали, наверняка есть у вас в социальных сетях друзья, которые там были, эти полосатые маечки, которые там мелькали. И, кстати, до сих пор у меня, по крайней мере, очень много знакомых там осталось. У нас еще, я так понимаю, смены продолжаются. Что, какие впечатления привезла, чем похвалиться, может быть, хочешь? В общем, в этом году, из-за того, что я была второй раз, я попала в комитет, в общем, общественный комитет форума. Ну, ребята с прошлого года собрали и сказали, что вот у вас есть возможность помогать новым участникам, рассказывать им про то, что здесь происходит. И так получилось, что я стала дублером руководителя конвейера проектов. Вот это тебя повысили, называется. Да. Мы видим сейчас в кадре вашу команду, я так понимаю. Да, кстати, это команда общественного комитета форума. Я стала дублером руководителя конвейера проектов, и это просто огромный опыт уже в организации таких больших форумов, потому что была возможность попадать на собрание дирекции форума, то есть непосредственно слушать все это уже изнутри. Была возможность знакомиться с ребятами другими, которые не из твоей команды, не из твоей пятнашки, слушать их проекты. Что такое пятнашка? Пятнашка — это команда, когда до того, как мы поехали на форум, уже вывесили списки тех ребят, которые будут с тобой в одной команде. Это какая-то немножко лагерная атмосфера, когда у вас есть вот такой куратор, и вы... Отряд. Отряд, боевой, я так понимаю. Да, они ребята с разных городов, и мы общаемся, мы сближаемся за это время. Это, правда, очень круто, потому что, когда ты едешь как-то со своей командой, со своим городом, обычно ты общаешься чаще со своими. То есть, ну, с другими общаешься. Ну, так, что ли, вы общаетесь со своими всегда? Нет, не всегда, но в большей степени как-то, да. А тут прямо у тебя нет возможности. Ну, это, мне кажется, первые дни. Первые дни, да. Такая жмешься, наверное, там... А тут с первого дня нас уже погружают совершенно в другую... Ну, совершенно другую команду, никого не знаешь. Перемешивают, получается. Перемешивают совершенно просто. Там очень много людей, и вот в команде должно быть 15 человек. Ну, каково это вернуться и понять, что все, вот оно закончилось, и жить дальше? Ну, это никогда не заканчивается. Всегда общение остается, допустим. Мы очень много нашли контактов именно с крымчанами, и до сих пор поддерживаем с ними контакты. Так, Крыму надо тоже передать, передать вам привет. То есть, связи никогда не теряются, и всегда происходит обмен опытом. То есть, какие-то проекты, какие-то нововведения, которые можно вести здесь. А в Самару надо было звать в гости. Конечно, звали. В море круглый год сидят. Звали на Волгу. Действительно, очень здорово. Нурлан, скажи, пожалуйста, вот ты, я так понимаю, не гуманитарий. Девчонки-то творческих профессий. Ты у нас на факультете машиностроения учишься. Как вот ты в себе нашла такие силы, ресурсы, и так вот взяла я одна, так рванула в неизведомое, вообще в новое для себя? Ну, я так скажу, занимаюсь общественной деятельностью давно, но для меня это как бы даже не профессия, ничего. Это хобби, которым мне нравится заниматься, то есть познавать, то есть знакомиться с новыми людьми, где они могут рассказать о себе, рассказать о своих новых идей, которые можно реализовать не только у них, но и у нас, конечно же. То есть это разные люди. Там были очень много, конечно же, технического, никто особо такого не было. Были из медицинского университета, то есть наши ребята из Самарской области. Удивляли, что ты вот из технического вуза? Да, они все удивлялись, то есть что я делаю здесь. Что ты делаешь, девочка, которая будет инженером? Да, вот та же самая, как на Евлоге, на смене политики. Что ты делаешь в технический вуз? Я пробую себя, надо было отвечать в конце концов. Это для меня интересно, как бы развиваться надо всегда, как бы не только в своей сфере, но и надо как бы больше развиваться. И поэтому для меня общественная деятельность, междунациональные отношения, это как бы стало новым развитием для меня, которое я делаю развитие. Следующее это будет участие в форуме «Евразия». Что за форум? Не слышали про таком? Слышали? Не собираетесь? Подала заявку. Ого, то есть вы, если что, не только на нашем эфире, но и можете встретиться на форуме. Что за форум такой «Евразия»? Я так понимаю, или это продолжается, да, или это осенью? Это уже осенью, в сентябре. Да, в начале сентября это будет проходить там тоже межнациональные отношения, образовательный, Всевоссийский образовательный форум. Да, будь то на Оренбургской области, но организованы, кстати, некоторыми дагестанской делегациями, даже там ребята есть, которые организовывают, то есть с теми ребятами, которые... Не сидите на месте, в общем, развиваются. Да, то есть мы решили то, что межнациональные отношения, чтобы не было таких стычек, как сейчас происходит за границей, мы хотим, чтобы Россия, сколько вот более двухсот национальностей есть, чтобы они жили как на родине, то есть не чувствовали себя как бы чужими в другой стране. Мы разные, но мы вместе, должна быть как минимум такая идея. Девчонки, а вот такой вопрос. Вы выезжали в разные места, были в Крыму, во Владимирской области, собираетесь в Оренбург. Сталкивались ли вы с какими-то стереотипами о Самаре? Говорили ли вам что-то, о, самарская молодежь там какая-нибудь, вот именно такая? Что-нибудь говорили вам? Говорили то, что самарские девушки самые красивые. Ой, но с этим спорить сложно вообще, мне кажется. В Крыму тоже признали? Да. Какая прелесть. Ну, с учетом того, что в Крыму эта акция уже проходила... Третий раз, да. Да, и до нас... Третий год, точно. Нас встретили с распростертыми объятиями, нас прозвали «желтыми цыплятами», потому что «желтый цвет» — это цвет добровольчества, и все жители уже приветствовали нас и обращались к нам. То есть мысли, что сегодня с Нурланой в теме. «желтый цвет добровольцам» тоже привет. Вот такой вопрос. Вика, а вот стереотипы про Самару, допустим, ты была на смене актеры, поэты, нет, не актеры, критики, поэты и все остальное. Что вы там делали-то вообще? Понятно, журналисты там кто-то учатся и так далее. А вас учили писать стихи? Нас не учили писать стихи, там тоже было отдельное направление для журналистов, и я была именно вот там. Ну как, мы посещали все лекции, которые были обязательные, мастер-классы. Там, в общем, ребята, которые пишут стихи, они шли читать свои стихи. И там был конкурс от русских ритм. А вы слушали? А чем пишут-то, интересно? К сожалению, у меня не получалось, как раз потому, что я занимала должность добровольцем конвейера. Ну да, ты же теперь добровольцем, напоминял. Да, и у меня не получалось, хотя очень иногда хотелось послушать, там, как они читают стихи, какие-то там спектакли ставят, но... Все в трудах и заботах. Да. Ну, по крайней мере, хоть на море покупались. Да. Берите Нурлану в следующий раз с собой. Давай, Нурлана, в желтом платье к добровольцам можно примкнуть, мне кажется, с большим удовольствием. Тем более, наверное, в Крыму еще не удавалось побыть. Ну, Крыму просто отдыхала в прошлом году, а так это работать, да. Мне кажется, это очень хорошо работать. Мне кажется, будет очень интересно, если устроить какой-нибудь флешмоб или парад наций, как раз-таки объединив акцию «Мы вместе». Там же столько тоже, крымские татары, и кто только не живет. Я думаю, добровольческие организации с удовольствием помогут тебе с организацией твоих идей. Будет очень отлично, как бы у нас много кто призываем, чтобы нам помогать именно в организации этого данного проекта парад наций. Как бы финансово это понятно, финансы всегда нужны, но как бы и, так скажу, ресурсы именно люди, волонтеры, они всегда нужны. А журналисты напишут об этом, в конце концов, как минимум, это в любом случае какая-то статья, может быть, где-нибудь в конце концов можно прийти к нам, рассказать об этом в нашем эфире. Друзья, у нас есть группа телеканала «Самара ГИС», пишите нам туда, мы с большим удовольствием будем читать ваши сообщения. И после эфира оставляйте свои комментарии, понравилось, не понравилось, предлагайте темы. А чем живет, чем дышит, о чем думает самарская молодежь, впереди, друзья, только начало сезона, много тем, которые мы будем поднимать, которые мы будем обсуждать. И, конечно же, главное, это не только ваша поддержка, но и поддержка тех, кто, может быть, нам каким-то образом содействует, помогает и вдохновляет. Если будут какие-то вопросы по мероприятиям, по каким-то событиям в нашем городе, у нас есть молодежный отдел департамента, молодежной политики, культуры, спорта, звоните туда, телефон увидите на экране. Ну и если вдруг есть какие-то предложения, мы тоже рады им всегда. Друзья, ну вот, если завершать наш эфир, минутка остается, я так понимаю, что лето у вас не заканчивается. Прямо по паре слов. Куда дальше? Какие планы до конца августа, Алина? До конца августа Анапа. Вот загореть еще, то есть. Работать с детьми. Я очень люблю работать вожатой, и поэтому планирую поехать на смену. Виктория, у тебя? Территория смыслов, потому что восьмая смена для журналистов как раз уже через неделю. В Владимирской области от Мурлана тебе привет передашь. Обязательно. Ну, ладно, а у тебя как завершится это лето перед учебой? Перед учебой, ну, у меня завершится то, что я пойду на работу, как бы устраиваться на работу, то есть также профсоюзная деятельность. Удачи! Вот это профсоюзная деятельность, звать студентов уже политех первокурсников, звать, чтобы они вступали в профсоюз. А потом дальше будет уже Евразия, начало сентября. Вот это да! Вот так вот, друзья! Если ваше лето также прошло активно и проходит весело, интересно, друзья, вы настоящие молодцы! Присоединяйтесь к нам, к нашему движению. Пришло твое время! Здесь, на телеканале Самаргиз, встречаемся каждую пятницу в 18.15. Не пропустите, становитесь гостями и героями нашей программы. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok